Я психиатр по основной специальности и психотерапевт. Работаю я постоянно в клинике зависимостей. В дневное время занимаюсь заведованием реабилитационным отделением в наркологии. И поэтому, как вам сказать, онкопсихология стала просто моей личной болью и моей внутренней необходимостью что-то сделать. Почему личная проблема с онкологией? Ну, потому что в конце 90-х годов я, наверное, как многие, потерял от рака, уж простите за подробности, двух тестей, тещу и папу с мамой. И как бы, как у всякого человека, у меня сложилось чувство вины и ощущение того, что я что-то не смог сделать. И поэтому, как психотерапевт, я стал пытаться разобраться в главных психологических проблемах того, что происходило в первую голову с моими близкими и с тем, чего я как бы не смог сделать. С 2003 года я веду психотерапевтическую радиопередачу на Радио России. И так сложилось, что это, опять же, начало 2000-х годов. Огромное количество звонков, и тогда, тогда еще писали письма на радио, и писем на радио приходило с этим же самым вопросом. Я решил на свой страх и риск в рамках радиопередачи создать группу помощи и взаимопомощи при онкологических заболеваниях. С 2003 по 2005 год через эти группы прошло порядка 182 человек, из которых 98 человек живы по сей день. Где-то около 60 человек так и не закончили цикл существования группах. То есть, эффект этой работы и для меня самого тогда оказался неожиданно высок. И я позволил себе смелость, несмотря на то, что я, в общем, не являюсь специалистом по онкопсихологии, сделать небольшую книжку, которую вы видели, с подробным изложением, собственно говоря, всего основного, что мы делали на этих группах. В чисто практическом ключе. Книжку я писал ненаучно. Книжка эта предназначена в первую очередь для пациентов, поскольку именно им были адресованы эти мои усилия. А книжка вышла давно, поэтому уж так уж совсем презентацией, это тоже нельзя назвать, ей уже почти три года этой книжки. И за эти три года я снова уже имею достаточно большую почту по этому поводу. И из чего делаю вывод, что предложенные идеи и методики в общем работают. Конечно, как всякий психотерапевт, я осознаю, что любые наши больные, когда мы начинаем работу с психотерапевтическими методиками, сталкиваются с эффектом хаторна, с эффектом новизны. И за счет этого эффекта работает огромное количество, ну, как бы радикально новых методик, методов, психотехнологий и многого другого тоже. Однако, я считаю, то есть, моя внутренняя самооправдание, вот того, что я не являюсь высоким ученым в области онкопсихологии, заключается в том, что если эта книжка помогла хотя бы тому нескольким, тем нескольким десяткам человек, которые мне уже написали о положительных результатах у себя или у своих родственников, то она уже заслуживает того, чтобы быть опубликованной. Вот такой предельно простой посыл меня, как бы, поддерживал, и до сих пор поддерживает при публикации этой книжки. Первой книжкой, которую я когда-то прочел по онкопсихологии, была книжка Навелит Эванс, которая говорила, собственно говоря, о структуре и о понимании онкогенеза в аналитической психологии Карла Юнга. Она была прямой ученицей Юнга. Речь шла о том, собственно, я ее так понял, там нет таких слов в книжке, о том, что мы с вами сейчас живем в онкологической культуре, если хотите. Суть этой онкологической культуры заключается в том, что мы пытаемся сформировать, целью нашей жизни является формирование некоторой системы фиксированных ценностных идей. Я бы так это для себя назвал. Эти фиксированные ценностные идеи сводятся к объявлению для себя некой узкой, просто формулируемой ценностной системы. Эта ценностная система может сводиться к словам «меня интересуют только деньги», может сводиться к словам «меня волнует только моя семья», она может сводиться к словам «я атеист», ну или к огромному разнообразию тех примитивных и простых «я-концепций», с которыми мы столкнулись, с целым потоком которых мы столкнулись в 90-х годах, на мой взгляд. Суть работы Эванс, собственно говоря, как во многом и суть классических работ доктора Хаммера, о котором, наверное, уж точно здесь не стоит говорить, по сути сводилась к следующему. В случае, если человек по какой-либо причине утрачивает ценность и значимость той идеи, которую он сам для себя сформировал, ограничив самоопределение жизни и тем самым отношение к жизни, как сказал бы Франкл, я думаю, здесь много психотерапевтов, вот это ограниченное отношение к жизни в случае утраты ценности или человека, разумеется, который эту ценность собой олицетворял, как это было само собой, разумеется, и в случае моих близких, о которых я вот здесь вначале, извините, вспомнил, то возникает ситуация экзистенциального кризиса. Вот, собственно говоря, для меня, когда мы работаем с онкопсихологией, мы работаем с экзистенциальным кризисом несостоятельности отношения к жизни или жизненной модели, или модели системы ценностей, которые человек для себя сформировал. Извините еще раз, если все это здесь уже многократно звучало. Доктор Хаммер, насколько я помню, как раз был первым человеком, который назвал это обидой. И, по-моему, он же, если я не ошибаюсь, первым использовал замечательное понятие скелета в шкафу, говоря о том, что в конечном итоге в случае развития вот таких фиксированных систем ценностей к середине жизни, к возрасту духовного кризиса Станислава Грофа, мы оказываемся в ситуации скелета в шкафу. То есть каждый таит в себе некую тайную неудовлетворенность, которую он сам порой не в состоянии как-то сформулировать языком. Эванс называла эту неудовлетворенность в свою очередь обидой на жизнь. И я думаю, что это ощущение или чувство знакомо большинству сидящих здесь тоже, я имею в виду, в отношении себя. Именно поэтому я и позволяю себе называть существующую сегодня культуру онкологической. Второй шаг с точки зрения вот таких вот уж, простите, психодинамических размышлений о патогенезе онкологических заболеваний для меня, собственно говоря, заключался в том, что я, ну так сложилось, что я имею классическое английское психоаналитическое образование. И для меня, вот как для психоаналитика, всю жизнь была очень важна, были очень важны концепции от Ранка. Это именно их, кто знает, воспроизводил потом многократно Станислав Гров. Но, так или иначе, Ранку не совсем явно, ибо об онкологии он точно совершенно ничего не писал никогда. Я имею в виду его концепции травмы рождения, которые у нас знают не очень хорошо, сразу вам скажу. А, ну так сложилось, что я сам внутренне, занимаясь психодинамикой своих пациентов, пришел к выводу, что именно это понятие Ранка в общем является ключевым понятием для того, что происходит с очень многими и зависимыми, и онкологическими пациентами. Поскольку, да, тут очень легко почувствовать связь, о которой сейчас много пишут и говорят. Фактически, я ведь сейчас описываю поведение или судьбу онкологического больного как форму зависимого поведения. Правда? По той простой причине, что я говорю, что вначале лежит некоторая фиксированная идея, которая, разрушаясь, неминуемо приводит к чувству неудовлетворенности. Ранк. Говорил и писал, что для универсального чувства неудовлетворенности, тогда еще не было, как вы понимаете, понятие экзистенциальное чувство неудовлетворенности, характерна одна, единственная, главная или основная внутренняя реакция, внутренний шаг психики. Этот внутренний шаг психики заключается в том, что психика пытается породить в себе новую жизнь. у нас нет никакого опыта, писал Оте Ранк, кроме того, что у нас нет никакого опыта радикального изменения жизни, кроме опыта нового рождения. и когда человек чувствует радикальную, я боюсь, конечно, что цитаты недословные, вы простите меня, и когда человек чувствует радикальную неудовлетворенность жизни, он совершает внутреннюю неосознаваемую попытку родиться вновь, пережив вновь ситуацию родовой травмы или травмы рождения. Конечно, ситуация травмы рождения воспроизводится и по ранку, и по моему опыту через страх. Понятно, что человек, который чувствует, что его модель, его фиксированная модель жизни разрушена, человек, который чувствует, что он не подходит окружающему миру, и, возможно, вы меня поймете легко, потому что мы все прошли через 90-е годы, и все очень хорошо знаем это ощущение в том числе и старой интеллигенции, и огромного числа военных служб. Я почему-то столкнулся, когда я впервые болезненно столкнулся с онкологией, я столкнулся с огромным количеством этих историй у бывших офицеров КГБ, которая вот распалась, и в результате какая-то часть, особенно инженерной службы, не столько оперативных управлений, эти службы, они как бы оказались вынуждены к какой-то совершенно иной жизни, потому что это очень интересный пример, потому что КГБ жило, да, как некоторая модель коммунизма в коммунизме. Ну, как бы ты спокойно работал, ты получал приличную зарплату, у тебя была очередь на бесплатную квартиру, на бесплатную машину, так постепенно продвигаясь по службе, ты там улучшал и улучшал санатории, в которых ты отдыхал. Ну, наверное, большинство все-таки здесь взрослых, и все знают, что это такое. И вот, когда структура распалась, вдруг модель жизни оказалась неподходящей. И вот здесь взаимосвязь, если хотите, онкологии и наркологии вдруг стала особенно отчетливой, потому что я с удивлением наблюдал, как сослуживцы по одному закрытому отделу, один ложился ко мне в отделение лечиться от запоя, а второй ко мне же приходил вечером на группу, поскольку у него возникали онкологические проблемы. Я эту работу закончил. и закончил я ее в 2006 году по одной простой причине только. Я, честно, это абсолютно не является никаким кокетством, поверьте мне. Я просто считаю, что вот онкологический больной это больной, который не должен сам платить деньги за свое лечение. Вот у меня никакой возможности работать по иному принципу. в жизни не состоялось. И я, возможно, какого-то очень старого образца человека, тоже неизвестно, насколько мои модели в жизни сработают. Но я с тяжело больных женщин, подростков иногда. я считаю, что это должно быть делом фондов, не хочу говорить государства, потому что все, понятно, должно быть его делом. Вот такова история вкратце, такова мотивация и того, что происходит. Поэтому я, вот сформировав эту книжку, я для себя пока, если какая-то системная возможность работы не появится, эту тему стараюсь закрывать. Хотя, конечно, периодически никуда не денешься, люди какие-то возникают, и мы пытаемся работать. Ну, да, книжка позволяет мне сказать, вот прочтите, начните делать, приходите ко мне как бы постепенно консультироваться, если что-то существует не так, поскольку эта книжка в этом смысле чуть особая, там изложено все от начала и до конца. Да, все методики, все упражнения, ничего, никаких тайн я не сохранил где-то у себя в подбрюще, извините. Что в итоге становится основным центром работы для меня в чисто практическом смысле с онкологическим пациентом. Исходя просто из того, что я сказал, самое главное это некоторая работа по освобождению, расфиксированию попытки объяснить или сделать так, чтобы человек почувствовал, что существует определенные, что существует возможность продолжения поисков новой системы социального существования, независимо от того, в какой именно и конкретно социальной, жизненной ситуации, ситуации потери этот пациент оказался. К сожалению, вот если вы, это для меня самый главный момент, потому что если вы задумаетесь, то поймете, что подавляющее большинство, я прошу прощения, я конечно не читал те книжки, которые продаются в коридоре, постараюсь прочесть, я хочу сказать, что самая главная проблема, в том числе всевозможных трансформаций, сознания, трансферингов и очень большого количества разного всякого вокруг этого существующего, что это некий практический опыт, который все время подтверждается только практическим опытом. Внутри нет никакой теории, которая создает момент веры, то есть некоторый необходимый психотерапевту момент, ради которого человек предпримет психологические усилия для самоизменения. Вот эта мотивация самоизменений для меня является ключевым моментом, и это момент, к сожалению, философской деятельности психотерапевта, ну, я думаю, что сравнить с равным успехом мы ее можем назвать, например, трансперсональной деятельностью, поскольку это тоже, по сути, деятельность философская, духовная. Я и в книжке, и в реальной совершенно практической жизни трачу довольно много часов работы с больным на некоторую модель, физическую модель Вселенной, которая является моделью Дэвида Бома в нейрофизиологии Карла Прибрама. Опять же, старые нейрофизиологи знают, наверное, о чем я говорю. Суть этой модели заключается в теоретическом и философском образовании голографической модели 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 Вселенной. Обратите внимание, это важно. Это не религиозная модель, это модель физическая, что является в среднем для 99,9 в периоде наших больных моделью куда более убедительной, чем модель чисто философская или чисто религиозная, поскольку, к сожалению, величайшему сегодняшние сегодняшние религиозные доктрины не дают возможности создавать модели для изменений, скорее наоборот. Увы, как бы православный прихожанин, и я знаю эту беду, я, собственно, очень много общаюсь со священниками, пытается сформировать некий концептик для того, чтобы с помощью быстренько усвоив что-то такое христианское, показать свое доминирование в жизни. И к поиску веры, чувств, это на самом деле у большинства населения никакого отношения не имеет. Видите, какие приходится затрагивать объемы большие. Я, если позволите, времени у меня немного, поэтому я как бы не буду уж всю теорию Бома и Прибрама как бы излагать, но давайте я объясню, что суть ее заключается в том, что реальность представляет собой некий вариант голограммы. И голограмма в данном случае используется как метафора, конечно, потому что имеется в виду голограмма с бесконечно большим числом измерений, чем три, которые используются в реальной голографии. суть заключается в том, что человеческое сознание является как бы не строго индивидуальным сознанием, а что это индивидуальное проявление одного на всех сознания. Прибрам, если вы помните, достаточно четко доказал это в области памяти. Он попробовал и доказал, мне кажется, никакой другой концепции памяти до сих пор работающей и не существует, что вне голографического принципа понять существование человеческой памяти невозможно, поскольку нельзя выделить носителя этой функции в виде какой-то структуры мозга или структуры нервных клеток. Соответственно, элементарные частицы, а следом за ними на макроуровне и все элементарные и все объекты реального мира, материальные объекты представляют собой как бы не разные объекты, радикально отличающиеся один от другого, а что-то вроде лыжноножек, которые выпускает одна амеба. И человеческие сознания точно так же. Каждый из нас является осколком голограммы. Помните, обрывок или осколок голограммы несет в себе одновременно и все изображение. Мне очень близки были со студенчества эти концепции, поскольку, если вы помните старшее поколение, мы очень много тогда любили говорить о разных подходах диагностики вообще, в целом. И очень любили говорить о том, что да, существует диагностика по радужке, по структуре пятки, по гортани, по рентгенографии толстой кишки, по пульсу. В строгом смысле этого слова это означает одно. Существует некоторый универсальный принцип. Этот принцип заключается в том, что если мы умеем, то по любому, сколь угодно, малому объекту организма мы можем судить о состоянии всего организма в целом. это голографический принцип. Такой подход, еще раз говорю, там 30 страниц книжки я отвожу не упражнением, а этому подходу. Такой подход, когда его в жизни проходишь с больным, позволяет ему открыть одну самую главную вещь, что если мы достаточно глубоко обращаемся к центру той голограммы, которая в нас в любом случае присутствует, то мы можем менять те материальные структуры, и структуры жизни в целом, и структуру своего организма, и дальше следует, ну, что-то у нас давно в литературе этого не было, я поэтому позволил себе привести, ну, банальные, вы все их знаете, примеры соматические, типа образования стигматов и свободного управления стигматами, да, типа лурда, и доказанных там же существует, все знают, сложная система доказательства, не всякое исцеление в лурде считается чудом, ну, в общем, это банальные вещи, вы их наверняка многие знаете, если чего-то не знаете, то еще раз говорю, вот для мотивировки, специально, имея в виду в первую очередь коллег, которым разговаривать с больным, я эту главу считаю основной, потому что на самом деле сами дальнейшие, дальше следующие модели психотерапии, они могут быть разными, но самое главное, самое принципиальное, что нам нужно, это чтобы человек поверил, что он может покинуть вот эту фиксированную структуру идей, которая приводит к бессознательному внутреннему усилию нового рождения, кстати, это ведь, по-моему, та же Эванс, нет, это был Сильвана Фанти, у нас тоже как-то, вот мы слышали об этом, есть такой итальянский психоаналитический подход, называется он микропсихоанализ, он брал, он делает одну поразительную вещь, страшно интересную для психосоматики вообще, он рассматривает напрямую, то есть, как бы, не мудрствуя лукаво, непосредственно в лоб рассматривает соматические симптомы, в том числе опухолевой рост, как систему метафор, и находит в опухолевом росте, это просто не моя работа, она там тоже приведена, и находит в опухолевом росте отчетливая стадия эмбриогенеза, да, тоже не секретно, но первым это вот, как бы, так отчетливо сделал Сильвана Фанти, что, собственно говоря, мы делаем дальше, вот если я вижу, что у человека немножко зажигаются глаза и появляется какая-то теоретическая надежда, то следующее, что мы с вами должны сделать, и это для меня тоже, между прочим, забытый и тоже принципиальный и радикальный главный вопрос. Возможно, этот вопрос уже 10 раз обсуждался, я прошу прощения, если я повторяюсь. Суть этого вопроса заключается в следующем. Зачем человеку нужно здоровье? почему? Да по одной простой причине, мы называем эту причину, имеем ее в виду, говоря об условной выгоде болезни, но на самом деле это гораздо более глубокое и гораздо более важный механизм оправдания неудачи собственной жизни как целого. Правда? Что может оправдать то, что человек не сделал, не написал, не посадил дерево, не не родил ребенка, или что может оправдать тот факт, что рожденные и пророщенные дети ушли и больше не обращают на маму с папой никакого внимания. Болезнь в этой ситуации, любая болезнь, в этой ситуации оказывается универсальным механизмом оправдания собственного бессилия. И она, особенно онкологические болезни, связанные, еще раз говорю, с попыткой, вот с этим внутренним усилием нового рождения для меня эти болезни своей целью имеют высказывание я не могу справиться с жизнью, поэтому я буду болеть или пытаться родить себя нового, а вы живите за меня и помогайте мне справиться с этой самой жизнью. Поэтому, кстати говоря, в культуре вы это знаете сейчас менее всего моден вопрос зачем. Вообще, если вы будете спрашивать подруг или друзей, зачем они то-либо что-либо делают, для чего они пошли в этот институт, почему они вышли замуж за этого молодого человека, или тем более будете задавать такие идиотические вопросы, как зачем вы родили детей, то на вас могут очень сильно обидеться и вы можете потерять этих друзей, которых будете спрашивать об этом. Этот вопрос принципиальный и опять я надеюсь, что много раз здесь обсуждался, потому что это вопрос классический вопрос онкопсихологии, вопрос вытеснения целей и задач жизни, поскольку цель и задача жизни в этой ситуации подменяются непосредственным саматозом. Ответить на этот вопрос человек, еще раз говорю, в состоянии только в том случае, если у него есть какая-то мотивировка, если он верит, что его внутренние усилия, ну вместе с доктором, конечно, но тем не менее его может привести к каким-то позитивным изменениям. К сожалению, этот вопрос пугающий, как я только что объяснял, и поэтому его как тему для отдельного специального анализа использовать нельзя, и поэтому мы подходили в реальности к этому вопросу в общем очень просто. Гриндер, один из основателей НЛП, в свое время предложил простейший вопрос, заменяющий вопрос «Зачем?» и, наверное, все сидящие здесь его знают. Это вопрос «За что вы прямо сейчас готовы платить деньги, только бы заниматься этим?» Ну, мы с вами все готовы платить деньги за то, чтобы заниматься онкопсихологией, соответственно. Это такой архиклассический вопрос НЛП, все вы его знаете, но его одного самого по себе мало, поэтому мы использовали два вопроса. Первый вопрос это вопрос о том, что вас увлекало в детстве, в какие игры вы любили играть, будучи маленьким, и второй вопрос, вот этот вопрос Гриндера. Ответы на эти вопросы создают для меня две символические точки, которые показывают вектор цели. Да, вот внизу система символов, один из моих больных, просто для примера, он, я, мне запомнилось почему-то, он в детстве, он меня спросил, да, мою маму очень беспокоило, почему-то, я из игрушек любил только бульдозеры, вот я играл бульдозерами, вот скажите мне, Александр Геннадьевич, чем это связано? А когда я его спросил, чем он готов заниматься сейчас, то он сказал, что он хочет, что он готов заплатить деньги за то, чтобы кто-нибудь научил его играть на пианин. Есть связь между этими двумя точками вектора? Какая? Какая? Виртуозное владение бульдозером. Вот это нам, наверное, всем, если мы, ну я так считаю, если мы собираемся заниматься такими вещами, самим нужно учиться мыслить метафорически и символически, поскольку, ну мы предположили все-таки, что речь идет об очистке. Бульдозер это чистящая техника, да, выравнивающая и чистящая. Музыка это некоторый очищающий поток. И мы решили, что, собственно говоря, его призванием всегда было чистить жизнь от мусора. А он больше не страдает лимфосаркомы. Это был молодой человек, он работает в полиции нынче. Взяток не берет. Я говорю, бери взятки, заболеешь опять. Ну, в общем, вот так. Он чистит. И побольше бы таких, правда? Как бы. Опять. Вы знаете, я знаю, все знают. Это чисто практические вещи. Они связаны с тем, что мы предлагаем, мы должны предлагать варианты решения, потому что найти вот для наших отвыкших, ведь, да, мы говорим, рак это болезнь конкретной фиксации, идеи фикс, попытки обнаружить простой смысл жизни. Не франкловские уровни смысла жизни, а простой смысл жизни. И в этих попытках обнаружить простой смысл жизни мы, конечно, должны предлагать варианты трактовки вот этой взаимосвязи двух точек жизненных. Но выбрать среди них, да, что такое человек, который очищает или чистит жизнь. можно набрать довольно большое количество всевозможных профессий, увлечений, хобби, действий, включая сюда и музыку. Он, кстати, да, и он еще, я забыл сказать, он поет в хоре по вечерам. Вот. Так он нашел свою музыку. Я ни в какой хор, естественно, его сам отправить не мог. Но таким образом мы с ним попробовали обрести новую цель. Зачем? чтобы попробовать что нужно избавиться от болезни. И уверяю вас, что если этой базовой точки, этой цели нет, не сердитесь, но я убежден на своем жизненном опыте, что все усилия любых волшебных методов психотерапии абсолютно бесполезны. Вот так или иначе, но некоторая модель ответа на вопрос, а что я буду делать, когда я буду здоровый? Ведь в огромном количестве случаев, уйдем сейчас на минуточку, от рака, проблема сплошь и рядом упирается в то, что болезнь и является на самом деле главной профессией или главной целью жизни человека, который болеет. По одной простой причине, я думаю, что не стоит даже это объяснять, но суть этой причины сводится к тому, что человек пытается получить вот ту самую условную выгоду. Главная из этой выгоды, главная выгода, конечно, заключается в понятии значимость. Ведь цель жизни понимается нами как некая модель обретения значимости. Больной человек значим для своих родственников, близких, друзей, они его навещают, они о нем заботятся, они вынуждены говорят говорить хорошие слова, и поэтому надо понять не как лечиться, надо понять, зачем человек должен перестать болеть. И это абсолютно, уверяю вас, другая постановка вопроса. Вот, третий этап я использовал в общем-то достаточно классический, тоже ничего секретного тут нет в области психотехник. Это этап концентрации внимания. Ну, всегда существуют проблемы, некоторые, да, у самого больного они радостно делают эти упражнения, эти упражнения всегда у меня с некоторым таким внутренним подвохом, поскольку все спрашивают, как отвлечься, ну, как себя заставить жить другим. Я говорю вот так, и даю элементарные техники микромедитации на концентрацию внимания. Они подробно описаны в книжке, можно я не буду, да, сейчас их... Этот этап мы проходим буквально в течение недели, потому что я заставляю людей каждый день этим заниматься, и потом в эту возникшую катативную панораму, я использую термин лейнера, все вы его тоже знаете, я беру первый этап лейнеровской символ драмы, то есть поляну, и на эту поляну, как на символ внутреннего ресурса, вывожу определенную систему символов иммунной иммунной системы организма, как целого. Эти упражнения этапированы для три недели, но самый главный секрет заключается в том, что перед каждым проведением каждого упражнения, перед входом в каждый следующий этап вот этой символ драматической воображаемой методики, мы, конечно же, сначала визуализируем цель. Ну, вот ту самую цель, которую мы выбрали на втором этапе. Ну, я считаю, первым этапом мотивирующий, вторым этапом определение целей и решение вопроса, зачем нужно здоровье, третий этап у нас это концентрация внимания, и четвертый этап это сама непосредственно иммуностимулирующая символ драмы. При этом надо вам сказать, что тут все интересно, я предложил свой собственный проект, если вы захотите, книжка копеечка, благодаря тому, что давно вышла, как бы там все описано, и этот же этап только, к сожалению, есть на диске. Ну, так, у меня там уже по радиопрограммам это не очень получилось. Ну, в смысле, я не мог, у меня не было возможности говорить о предварительных этапах, я там, на диске есть только сами упражнения четвертого последнего этапа. Но главное это на самом деле не в этом. Главное в том, что, как ни странно, вот этот тот этап, собственно говоря, ну, там всякие приключения, я вывожу во внутреннюю катативную панораму, то есть воображение, да, символы конкретных антител, я вывожу туда, если надо поддержать химиотерапию или облучение, я вывожу туда символы изотопов и символы, направляя их целенаправленно, да, то есть, как бы, мы в воображении делаем так, что изотопы действуют не на всю панораму, которая включает в себя много элементов здоровья, а только на то локальное место, где прячется враг. Соответственно, моделирую там этапы работы лимфоцитов. Вот когда человек начинает работать со стандартными этапами эмаготерапии, когда он в это погружается и входит, он вдруг говорит, у меня не так. Я предлагаю ему написать свою программу упражнений, которую читаю, как он чувствует вот этого врага на поляне, как он чувствует систему препятствий, и как он чувствует какое усилие внутреннее, смотрите, его организму нужно приложить, чтобы очистить эту зону или ввести ее в общую структуру той панорамы, которую мы создали. И хочу я сказать, что до наверное больше половины, чуть больше, правда, ну скажем, 47 человек, сейчас точно не помню, в конечном итоге разработали свою систему упражнений, и с этой системой упражнений точно так же благополучно и работали. Что еще? Ну, первые годы они у меня раз в год почти все появлялись, докладывали об итогах, результатах, поэтому гора, конечно, материалов после этой книжки образовалась. более того, народ привык создавать себе систему таких упражнений для решения каких-то различных жизненных ситуаций, для того, чтобы справиться с другими болезнями, которые возникают вокруг и параллельно. чтобы вас не обманывать, вкратце, это все, мне 40 минут дали, поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, книжка стоит 200 рублей. Ни я не собираюсь ее превращать ни в диссертации, ни в какие-то там труды, просто вот я считаю, что онкология это наш вызов, вызов культурологический, вызов человеческий, поэтому вот где-то раз-два в год я провожу на радиопередаче по онкопсихологии, в смысле, как бы, да, напоминаю о самом главном, потому что, ну вот, у меня появляются письма, я провожу радиопередачу, меня спрашивают, что самое главное, что делать родственникам, да, я говорю, очевидные, мы не очень умеем находить ответы на очевидные вопросы, я говорю, самое главное, что нужно делать родственникам, это создавать у больного чувство того, что он необходим в жизни, да, вот, несмотря на опухоль вставать и двигаться, как бы, не смотря на опухоль, идти заниматься внуками, не смотря на опухоль, писать, садиться писать книжку, которую он не написал, то есть, самое главное, это в любом случае давать человеку понять, что он нужен в этой жизни необходимый, без него вообще все пропадет, разрушится и потеряет всякий смысл, вот такие очевидные, я, конечно, этого не писал в книжке, да, но вот такие вот очевидные вещи, когда они возникают в вопросах слушателей, я циклами повторяю на радио, надеясь, что это все-таки может принести какую-то пользу, что еще есть в книжке, это очень важный этап, потому что в том числе, понимаете, как бы теоретически, я думаю, и сейчас, что я не имел права этого делать, но тем не менее, огромное количество людей приходит к психотерапевту, вы это знаете, уже на грани, ну, например, с костными метастазами, я, конечно, не пишу там ни одной фразы на эту тему, но есть у меня еще пятый этап, пятый этап это для людей в первую очередь с двигательными нарушениями, этот этап называется работа с воображаемым телом, и работа с воображаемым телом есть у многих авторов, Элизабет Хиллман впервые, по-моему, ее сформулировала в 43-м году, как первичный посыл, некая модель работы с воображаемым телом, то есть с чисто идиомоторным, двигательным образом, который позволяет найти в себе силы встать, да, и двинуться в какие-то занятия, там тоже есть, так и называется, раздел работы с воображаемым телом. Конечно, простите меня, коллеги, книжка написана не для вас, а для пациентов, она простая, это было необходимо. Вот, собственно, и все. Извините за внимание. Если... А... А...